Я, наверное, может быть, шизофреником покажусь, но иногда такое ощущение, что с машиной могу поговорить. Каждую машину, которую мы делаем, я потом на ней за рулем катаюсь, смотрю, как она себя ведет, какие показатели температуры. Хорошо и плохо, может здесь что-то греется, может здесь что-то и не хватает и так далее. Нет ни одной одинаковой машины. И все машины, они реально получаются разными. Нет такого, что, допустим, мы сделали там 30 автомобилей, и все 30 одинаковые вообще под копирку. Они всегда разные. Даже вот ты сейчас сядешь в эту машину и скажешь, по прямику проехаться, прям 42 метра. Три заезда тебе и три заезда я. Я лучше проеду. Вот даже вроде какие-то, вроде небольшие нюансы, но они все равно есть. Наши первые машины во дворе были куплены с ребятами. Мы скидывались, покупали. Это были Запорожцы, Таврии, Копейки, Жигули. То есть был интерес сделать побыстрее машину и как бы на ней поехать покататься. Машина живая. Это живое существо. Вот это существо должно быть довольна тем, что ты делаешь с ней. Для меня «Анлим» это классная тусовка, мероприятие, где можно посмотреть информацию. Интересные автомобили, пообщаться с интересными людьми, обзавестись какими-то дополнительными знакомствами, связями. Мне захотелось поучаствовать после того, как я достиг мощности около 570 лошадей. Захотелось помериться с равными автомобилями, с более быстрыми, с более мощными. Подал заявку на авось, которую мне одобрили. Чтобы попасть на «Анлим», есть определенный регламент, по которому допускаются не все автомобили. Обязательно условие, что в машине должно быть не менее 500 лошадей. И машина должна быть в своем роде уникальна. Я приобрел себе пару лет назад «Ауди РС4» 2001 год, 2.7 Битурбо. Изначально в стоке эта машина имела 380 лошадей. Этого было на первое время достаточно. Но, как говорится, всегда хочется больше после того, как к чему-то прикатываешься. Соответственно, пошел ряд доработать. Первый конфиг, который мне достался от предыдущего владельца, был 570 лошадей, 790 момента. Очень неплохой для города. Динамичная машина, которая едет с низов, едет наверхах. Мы расточили двигатель до 3 литров. Доработали впуск, выпуск, поставили форсунки. Вообще большая проблема в этих машинах связана с недострелом места. То есть все очень в маленьких пространствах. И что-то где-то всегда перетирается, что-то не вставляется. Планируется мощность порядка 800 лошадей. Соответственно, нам нужно просто, чтобы это все не развалилось. Корча из него не планируется. Солом полностью стоковый. Ни одной детали не снято. Ничего не вырезано, не выпилено. Автомобиль планируется использовать в городе. Большое заблуждение людей, что думают, что чем мощнее машина, так она изначально должна выиграть. Это машина Ламборгини. Итальянская фирма. Называется машина Уракан. Абревиатура ЛП610-4. Это означает 610 лошадей. Цифра 4 означает, что она полноприводная. В автомобиле мне, конечно, нравится эта скорость. Это ее разгонная динамика. Наверное, главный критерий. Она должна тебе самому нравиться. Потому что ты, когда к ней подходишь, ты должен испытывать эмоциональный всплеск. Конечно, иногда другие автолюбители, на других машинах цепляются к этой машине. Все хотят позаезжать с ней, стартануть. Даже стараешься на провокации к ней идти, но без этого никуда. Владение таким автомобилем не делает тебя совершенно ничем не лучше. Ты не какой-то там не супермен. Каких-то сверхспособностей у тебя точно не появляется. Просто машина как машина. Четыре колеса до руль. Анлим для меня это хороший фестиваль, на котором встречается единомышленник, как и я, на спортивных машинах. Раньше замеряли одну милю и квотер. 402 метра. На данный момент, в связи с тем, что мощности машины выросли, мы немножко ограничили до одного километра дистанцию. Это будут заезды между собой уже со временем реакции. Неважно, кто какое чистое время покажет, именно кто первым тресчет финишную линию. Мне нравится туда приезжать, мне нравится видеть своих друзей там, хорошо провести время, себя показать, на других посмотреть. Попытаться выиграть все-таки кубки. У меня достаточно кубков в разных классах. Я с самого начала на все Анлимах я участвовал. Мне это очень нравится. Одно дело машину построить, а другое дело еще реализовать эту мощность и показать хорошие результаты. Ради этого кубка он дорогого стоит, и ради него очень такая серьезная борьба происходит. Даже в кругу своих там друзей. Сам по себе Юрий, он такой ощущающий, жил с Марса. Мы так познакомились, я говорю, пустите меня на Анлим. Мы так встретились на Киевке, на ночных гонках. Я говорю, пустите меня на Анлим. Он говорит, там квот уже нет, все ГТРы, их очень много, это года три назад. Я говорю, ну пожалуйста, мне надо понять кухню, а потом я говорю, я со временем сделаю самый быстрый ГТР. Поэтому сегодня весь наш Анлим взять, сейчас самый быстрый машин реально у меня. Я так хотел прикоснуться к ГТРам, все это так сильно нравилось. Ну и спустя какое-то время, я не только прикоснулся, реально стал делать самый быстрый ГТР. Тот автомобиль в процессе сборки агрегатов, синий автомобиль готов, тот автомобиль готов, крайний автомобиль готов. Этот у нас в процессе сборки, мы его будем готовить на мировой рекорд. ГОШ собирает машины, которые находятся в первой пятерке, а одно время были вообще третьи в мире. По результату на Квотере, то, естественно, на этом уровне люди, некоторые наши конкуренты, теряли по 10 моторов до того, как у них получалось показать какой-то результат. Хотелось бы, наверное, соперничать с ГОШей, но пока не доросли мы немножко до этого уровня, не вижу в нем соперника, конкурента, вижу в нем некого мастера, у которого еще можно учиться, учиться, еще раз учиться. В этом сезоне мы планируем выехать из 11 секунд и не разорвать трансмиссию. Такие задачи у нас на сегодняшний день стоят. До Анлима осталось буквально несколько дней. У нас еще просто колоссальный, огромный объем работ, который нужно проделать с автомобилем. Я очень надеюсь, что в пятницу ночью мы это все закончим. Это самый крайний срок. И в субботу уже поедем кататься. Хотелось бы все это, конечно, заранее всегда все делать, чтобы машина уже была готова непосредственно к выезду за определенный промежуток времени. Все будет все, как мы в России живем. Все в последний момент. В этом сезоне я хочу заехать с «Ураканом» Юрия, показать достойный результат, потому что его автомобиль стоит более 11 миллионов рублей. мой автомобиль в 11 раз дешевле, поэтому у меня задача как бы прокатиться и показать, что старички еще могут что-то в этом нелегком деле. Женек на РС-4. На самом деле я удивлен был тому, как этот автомобиль быстро едет, но в силу того, что все-таки это разные классы автомобилей, то, что мы привыкли видеть на Анлиме, это лакшери-кары, это ламбы, феррари, ГТР и так далее. А тут РС-4, причем не самая свеженькая, но которая очень быстро едет. Он молодец, он много всего, я так понимаю, делает сам. Я думаю, что он должен показать достойный результат. Большую часть работы я выполнял самостоятельно. Также огромную помощь мне оказывает моя команда, мои ребята, кто работают со мной. Очень много лет я работал механиком, мотористом в сервисах и шел как бы медленно, упорно к своей мечте, к своему сервису, который уже существует 5 лет. Женя, как руководитель, очень, во-первых, грамотный. Мы стараемся слушаться его максимально и максимально стараемся ему помочь в том, что он планирует. Потому что у него телефон вообще никогда не останавливается. Он постоянно звонят, 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 он разрывается. Ну вот мы, в принципе, втроем собираем я, Женя и Вася. Руслан нам помогает по сварке. Когда работа, у нас нет дружбы, недружбы, товарищ, не доверяюсь, работа, есть работа. Вероятность и шансы добиться чего-то того, что ты хочешь, они у тебя увеличиваются, когда есть желание и нет возможности. Потому что ты стараешься идти к своей цели, если она у тебя есть. Потому что на сегодняшний день очень сложно состязаться даже со стоковыми автомобилями спортивными. Как бы у меня задача показать стабильный результат. Вот для меня это самое важное. Вамборгини Уракан очень-очень сбалансированный, очень реально прекрасный автомобиль. Рулится замечательно, разгоняется звук, ощущение, качество. Потрясающая машина. Я думаю, что Юрий не ошибся в своем выборе, что именно купил, приобрел такой автомобиль. Да, это мое хобби, этим я совершенно не зарабатываю. Мне нравится ездить на спортивных машинах, я от этого получаю адреналин, я немножко расслабляюсь. Это своего рода отдых и увлеченность. 351 километр в час разгонял. Это, конечно, было на специально подготовленной трассе, это не на дорогах общего пользования. При том, что она максимальную скоростью 325, заявленную производителем, на спидометр был 351. Честно говоря, сам удивился. Могла бы даже, мне кажется, и дальше разогнаться, но уже трасса закончилась. Все мы когда-то рано или поздно задумываемся о последствиях, особенно происходит, когда у тебя уже пополнение в семье. У меня вот, допустим, появилась дочка, и я, по крайней мере, хочу, чтобы моя дочка выросла здоровым отцом, чтобы я дожил до старости. Понятное дело, что когда за руль ты садишься, и когда кто-то проезжает лучше тебя, быстрее показывает лучший результат, хочется улучшить его результат. Ты уже, конечно, на адреналине, на эмоциях. Ну, я бы не сказал, что я азартный. Азарт тут по автогонкам мне нравится. Азарт есть. Ты, понятное дело, борешься даже сам с самим собой, чтобы еще улучшить, еще улучшить. Реализовать мощность, реализовать машину. Устранить все технические проблемы, какие есть. Я сам через это прошел. Вот все время думаешь, все, Дан Лима за несколько дней подготовить машину, и потом уже, как бы, спокойненько туда ехать, на эвакуаторе или своим ходом. Ну, никогда такого не было. Все до последнего, настройки, докрутить железо, что-то сломается в последний момент, что-то опять доделать. Приезжаешь на Ан Лим, машина еще не доделанная, ты не выспавшийся. Суббота у нас Ан Лим. Ребята, время пипец! У нас гонка через 10 часов, срочно! Орк, рик, шум, гам. Ребята все в боевом состоянии, но уже, знаешь, как ноги подкашиваются, всем плохо. Каждый раз ты этот Ан Лим ждешь, как событие такое. Ну, это как, наверное, радость сравнимая, допустим, там, не знаю, может, даже с рождением ребенка. Потому что на каждом Ан Лиме реально рождается какой-то новый проект. Каждому Ан Лиму приезжает какая-то определенная новая машина. Двое-трое суток перед Ан Лимом – это совершенно сумасшедшие дни, причем в те именно дни у тебя откуда-то появляются силы. Кстати, что у вас там, ребят? Я вам говорил, за неделю сделать, вы за день делаете. Но, опять-таки, можно взять, нарастить, сделать здесь еще там кучу всяких подъемников, но где взять те золотые руки, которые я годами подбираю? На данный момент я настраиваю основную массу машин, которые строит Гоша, владелец и играющий тренер компании ГТТ. ГТР знаю, да, вот вообще, до болтика. Вот просто покажи мне клипсу, покажи мне, не знаю, разъем от проводки, я тебе скажу, где. Покажи мне болтик, я скажу, где он вкручен. Знаю, прям вот и до эту машину. В распиле, там, как угодно. То есть, вот каждый ее сантиметр я знаю. Там, кстати, знаменитый ГТР Альфа 12+, Юрия. Данный автомобиль чуть-чуть решили переделать. Инженеры Ниссана, ну, ой, они потрясающие. Они продумали автомобиль настолько грамотно, ведь на самом деле Ниссан ГТР, это, по большому счету, это хороший Ниссан Тиана. Просто очень быстрый. То есть, здесь нет таких космических сверхразработок. Ну, он едет очень быстро. И все просто здесь очень грамотно продумано. У меня прошлый год прошел достаточно неудачно. Я вложил много средств, сил и времени на постройку более мощной машины. Порядка двух тысяч лошадиных сил. Мощный разгон вжимает в кресло. Концентрация полная на дорогу, чтобы влево-вправо руль, по крайней мере, поймать машину. Приезжаешь, шлем, по крайней мере, весь мокрый. Улыбка на лице. И тебе кажется, что ты, по крайней мере, показал результат, потому что ты потом только узнаешь результат. Такие мощные машины, понятно, что надежность, ресурс у них не такой большой. Там исчисляется не тысячами километрами, а даже сотнями километров. И во время старта у тебя либо в букс пошел, либо в занос какой-то пошел, либо не переключился в коробку. От этого никуда не уйти. Любой автоспорт, да мне кажется, даже любой спорт, наверное, он опасен. Адлип зародился именно в тот момент, когда несколько людей, увлекаясь гоночными автомобилями, решили, что гонять по улицам и стартовать с светофоров это очень небезопасно. И надо найти площадку, на которой они могут реализовывать потенциал своих суперкаров. Каждый мальчик, который получил права в 18 лет, садится в свою машину и хочет стартануть быстро со светофора. В общем-то, драгрейсинг оттуда появился, и принцип его с тех пор не поменялся. Да, машины стали профессиональные, да, профессиональные пилоты, каркасы безопасности. Всем это знакомо. Почти каждый водитель в своей жизни стартовал резко со светофора. У нас в свое время в семье была приобретена BMW 323, я, по-моему, не ошибаюсь, 170, что ли, в ней лошадей было. Я подворовывал ее у папы, как я был непослушный ребенок. И, соответственно, катался на ней с друзьями. То есть в тот период это было что-то аховое, 170 лошадей, машина очень весело ехала. Но все эти покатушки, они в один определенный момент закончились. Я не смог заехать в гараж и бортанул полностью всю бочину на автомобиле. Я экстренно был вызван папа с отпуска, мама была не в курсе то, что ключи у меня. Экстренно мною были собраны вещи, и я подался в бега на две недели, чтобы папа меня просто не убил. Вот, папа у меня ко всему адекватно, на самом деле, отнесся. Машину восстановили. После этого, как бы, у меня был стопроцентный доступ к машине практически в любое время, когда он на ней не ездит. Пришел день выбора профессии. Мама хотела, чтобы я стал врачом, папа хотел, чтобы я стал поваром. Я взял эту книгу, открыл ее, говорю, я хочу быть слесарем, я хочу сюда пойти, мне интересно. Отец приучал с детства к тому, что если что-то хочешь, то к этому надо идти, этого надо добиваться. Все началось с того, что у меня был маленький гаражик. Вот, это было хобби. Заезжала машина. Он был настолько маленьким, что реально открывалось, если машина заедет, только две пары дверей. Чтобы надо было открыть другие двери, надо было машину переставить. Потом гаражик побольше, потом еще больше, потом сервис. Первая машина, на которой я ездил, на которой именно я с утра до вечера, это была рабочая машина ВАЗ-2106, белого цвета, я насколько помню. Потом я уже приобрел сам себе машину бэушную ВАЗ-2115. Я купил ее с рук, не новую в салоне. Проездил на ней полтора года. На тот момент это была, можно сказать, вершина моего счастья. Лучшей машины не было. Помню, у нее музыку поставил хорошую, магнитолу поставил, собую, диски, антикрылья, небольшой такой внешний тюнинг. Мне было, сколько, 21-22 года. Это лучшая машина. Я столько, мне кажется, эмоций не испытывал, даже от этой машины не испытывал, сколько раньше, по крайней мере. Потому что всему свое время. Про себя могу сказать, что я стоял у истоков. Я был организатором всегда. И в то же время участник. Всегда на многих машинах участвовал. Если раньше на Анлим отбирали, допустим, я с Андреем непосредственно, то сейчас этим занимаются профессионалы. Присылают, когда люди заявки, смотрят, нравится, не нравится машина. Подходит она под этот формат мероприятия. Потому что, понятное дело, что там какая-нибудь «Жигули-шестерка». Честно говоря, немножко неинтересная, я думаю, будет зрителям. Все-таки это более какая-то должна быть либо эксклюзивная какая-то машина, либо мощная, либо интересная. Даже хотя пускай истоковая, но не повседневная, не массовая машина. Можно ответственно заявить, что участвуют самые быстрейшие автомобили мира, которые выясняют на этой трассе, которые тоже являются уникальными. Кто не только быстрее, но и кто технологичнее. Наверное, стоит сказать, почему у людей такая любовь к автомобилю. Потому что, наверное, это средство, которое позволяет человеку не только передвигаться с комфорта из одной точки в другую, но и по максимуму освободиться от проблем. Я считаю свою машину самой привлекательной, самой яркой, по крайней мере, и выделяющейся, в первую очередь, из-за ее необычного цвета. Машина изначально мне досталась в черном цвете. Он очень строгий, скучный. Мне хотелось, чтобы она выделялась из серости масс. Долго определиться с цветом не могли, очень много выкрасов делали. В итоге выбор пал на моциклетный цвет, Kawasaki Green. Наш колорист его разбавил, и в итоге мы получили такой довольно-таки необычный, ярко-флюресцентный зеленый цвет. Очень часто мы собираемся с друзьями, с единомышленниками по нашему направлению. Какие-то тусовки, по катушке ездим, катаемся. Весело и активно проводим время. Весело и активно проводим время. как вслед, пролетевший мимо просто зеленой какого-то бестия непонятного. Бывает и такое, просто хочется покататься, выехать, с ветерком проекаться, отлечься от каких-то мыслей, проблем, забот, дорога, руль и звук автомобиля. Сейчас мы едем как раз на Киевское шоссе, сегодня четверг, как раз там будет время сбора всех основных участников, и обычно даже в преддверии Анлима, туда очень много народа приезжает, там, я думаю, будет 200-300 машин, и, конечно, это будет обсуждение, кто как перед Анлимом подготовился, у кого какие машины. Юра, привет! Здорово! 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 Давно не виделись, буквально неделю назад. Здорово! Здорово, Олег! Юра! Здорово! Ты тогда на Минке ждал так нас, да? Да, да. Всем привет! Ну и, конечно, предстоящий Анлим, кто будет участвовать, кто будет заезжать, кто какой тюнинг подготовил, какие соперники там, возможно. Такое общение идет на уровне сетки какие-то, бензин, не бензин, у кого какие-то прошивки там. Ну, честно говоря, в Анлиме есть участок, то можно просто купить машину, приехать, погонять, и там какие-то специальных навыков не нужно. Но если ты хочешь, конечно, показать какой-то результат, то, конечно, должен быть все-таки опыт, и не просто так первый раз, там, на газ нажал и все, поехал. Потому что здесь тоже есть специфика, как стартовать хотя бы там, допустим, тот же самый лаунч-контроль здесь не просто так включается. Те, которые, ребята, собираются обычно по ночам на Киевке там или на Воробьевых горах, в основном все либо бизнесмены, либо люди, которые более-менее так какой-то средний заработок неплохой имеют. Ребята, которые там 18-20 лет, понятное дело, что это, скорее всего, деньги родителей, которые там, это им купили машины. Я с простой семьи, достигал все сам, мне никто таких подарков не делал. Может быть, это и к лучшему, потому что она от этого ценнее покупка машины, когда ты сам ее приобрел, когда ты сам ее заработал. Все-таки для того, чтобы заработать на машину, тебе приходится прикладывать усилия. У нас все шло по плану. Вчера завели машину, все хорошо, но у нас не хватает каких-то запчастей. Соответственно, мы сейчас из-за этого просто встали на мертвое место. Машина сейчас на данный момент на тестовой прошивке, которая не откатана. Сегодня мы должны были попасть на стенд, но ввиду отсутствия тех запчастей, которые нам нужны, мы, к сожалению, не можем пока сдвинуться с места. Пришлось прибегнуть к помощи друзей и разокомплектовать немножко его машину, друга. Под огромным вопросом стоит участие, но в любом случае, я думаю, мы появимся на гонках. Здесь работает порядка 200 человек в общей сложности. 14 метров ширина дорожки, 7,5 километров длина, построена с учетом изгиба земли. Система хронометража построена по принципу лазерных датчиков. При пересечении автомобилем срабатывает таймер. На этом анлиме у нас будет 16 точек, которые мы будем отсекать время. Это, в общем, рекорд, я думаю, даже в мире. Такого не делал никто нигде. Рекорд скорости сейчас где-то 350 км в час. Дух соперничества, безусловно, присутствует на этом мероприятии. Мало того, он присутствует между старыми товарищами, которые готовились всю зиму, готовили автомобили. И хотят показать, конечно же, что у них автомобиль стал быстрее, мощнее, надежней. Потому что большинство автомобилей не доезжает до финиша. Ну и, конечно, показать все новинки фининговых ателье, включая российские. Это Реоп Моторов. Вот так все рычит у всех. Мероприятие очень хорошее, мне нравится. Погода сегодня не подвела. Очень рад видеть многих участников, зрителей. Хорошая дружеская компания. У всех хорошее настроение. Все на эмоциях хороших, позитив. Всю ночь готовились, еще пока не спали. Шесть часов закончили настройку. Сейчас посмотрим на результат. Себе уверенность на 100%. В машину верю тоже на 100%. И во всю свою команду, которая принимала участие. Ни о каких результатах пока не можем говорить. Потому что не было времени на обкатку. Буквально пару проездов, и мы уже ехали сюда. Расскажу, что случилось. То есть это сейчас обломало привод у Ауди. Да, как правильно сказал Юрий, это тюнинг. Хотите надежности, едете на Chevrolet Cruze. Хотите, конечно же, результатов. Рискуйте. Ну, у нас случилась небольшая неприятность. Недооценили настройку нашу. Оказалось, походу, более завышенной, чем мы ожидали цифры. И при старте у нас оборвало привод левый. Сейчас ищем его. Я думаю, в ближайшее время привезем. И сегодня снова опять заедем. Просто эпик фейл. Просто захотелось так застрелиться. Ну, все, исправимся. Сейчас сделаем и поедем опять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, очень хочу Авинтадор объехать все-таки. Но Юрий молодец. В корсе, в режиме, с лаунж-контролем очень хорошо трогается. Так что шансы есть, но маленькие. Вот как поехали! Смотрите, уракан вырывается вперед. Влад Шетевский брат. Так, так, так. Авинтадор равняется. Или не равняется? Ну, посмотрите, что происходит. Ровно едут Авинтадор, вышел вперед! Сейчас спортивный бензин залили, 104-й. Честно говоря, немножко хуже поехало, чем на родном, обычном 98-м. Бензин, я уверен, прям. Она прям, знаешь, как ватная немножко. Вот ты сейчас заедешь, ты прям почувствуешь, она прям такая. Нет такого. Она, знаешь, такая, как будто вода залита. Может, не угадал с бензином. Так что, надеюсь, исправлю. Сейчас будем выкатывать. Ну, еще раз посмотрим, как она едет. Посмотрю. И, может быть, обратно 98-го буду обычно заправлять. Не, в инструкции написано 98-й лить. Ну, просто, понятное дело, хочется дорогой, спортивный, 104-й октановое число. Хотелось, как лучше. Пока, ну, результат, наоборот, хуже стал. Ну, я просто до этого никогда не заправлял спортивный бензин. Вот первый раз попробовал. Ну, вроде порекомендовали 104-й. Вроде должен лучше. Ну, пока не то. Субтитры сделал DimaTorzok И вот он опять в строю. Вот это я называю настоящий боевой настрой. Человек не сдался, человек не плюнул. Человек привез привод, организовал этот процесс, поменял это все на месте, не уезжая, что угодно. И сейчас посмотрим, что он покажет. Вторая передача не втыкалась, я убирала съемку, закрывала, разворачивалась и уходила. Потому что, ну, я представляю, каково мне там было сверху стоять, на него смотреть, насколько это было все тяжело и насколько я переживала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, на самом деле, очень сильно переживала, потому что это так вот наше детище, наш второй ребенок, можно сказать. Вот. И даже боюсь не представить, что он переживал, сидя за рулем. Супруга у меня не против моих занятий, не против моего увлечения. Она также любит покататься активно, то есть любит также скорость, ездит на все со мной мероприятия, везде меня поддерживает, если что-то не получается или что-то не так идет, или что-то, если не с первого раза получается. То есть она меня в этом плане на 100% мой самый первый преданый друг, можно так сказать. Когда руки немного опускаются, то есть она подбадривает, толкает вперед, чтобы я дальше шел к своей идее, к своей мечте. Я очень довольна, что сейчас получилось, сейчас отрегулировано, он уже пристрелялся. Я думаю, что все получится. Она считает, что это ее интерес тоже, так как мы семья, то есть у нас такая семья, в принципе, любителей быстрых скоростей. Мы готовы, мы поедем. Еще разочек, а может два. Как пойдет? Надо наказать этот Porsche, который сзади едет. Я думаю, это будет справедливо. Ну поехал, это уже что-то, еще и Porsche ворвал. Ну все, победа уходила. Прямо перед заездом пошел дождь, думали уже все, тоже заезд не состоится. Но дождик прошел благополучно, и у нас прошел старт, где я одержал уверенную победу. Ну вообще, в целом, в принципе, я доволен. Вот, я немножко, конечно, недоволен временем. Пока машина едет, надо получать удовольствие. Он рядом с частями может с другими съездить. Ну, Женя предложил со мной заехать, я, конечно, с удовольствием заеду. Мне самому интересно. Жажда победы у нее есть. И молодец, болеет этим видимо. Так что не просто так сломался и все, и пошел, как говорится, отдыхать. Нет, он прям вокруг машины, вот я даже сейчас его вижу. Так что он машиной занимается. Сейчас охлаждается, смотрю, машину. Капот открытый. Правильно делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень надеялся, очень верил в то, что я смогу ему составить конкуренцию. Но, как показывает в практике, все-таки автомобиль, который превышает стоимость моего в несколько десятков, ну, в десяток раз, едет стабильно, уверенно. Юра просто красавчик, урокад его супер. Буду стремиться к его результатам. У нас хорошие показатели по реакции водителя, это самое главное. А дальше уже по машине мы это достроим. То, что мы хотели, в принципе, мы получили. То есть мы добились неплохого, в принципе, результата. Мы не последние в таблице, это уже хорошо. Я довольна, самое главное. Спасибо, дорогой. Ну, в общем, надеюсь, все-таки поборюсь с сеткой. У меня сейчас восьмое или девятое место. Точно, не знаю, ну, точно в десятку я попадаю. И, надеюсь, все-таки за тумбочку поборюсь. По крайней мере, машина стабильная едет, потому что многие монстры, более быстрая машина, но они не настолько надежные. Залил уже обычный сотый бензин, недорогой, дешевый залил. И машина получше поехала. Результат я улучшил. Правда, ненамного, но на десятую долю я все равно улучшил результаты. Машина уже лучше, мне кажется, чуть-чуть только может поехать. И то под вечер, если когда более прохладная погода будет. Ну, и это у всех будут улучшаться результаты. Самый быстрый автомобиль России здесь и сейчас. На юбилейном этапе Анли 500+. Рядом со мной стоит автор этого автомобиля. Вот этот маленький мальчик Коша. Коша, какова сейчас мощность в Моисее? Примерно 2250 сил. Но я думаю, ехать мы сегодня будем начинать с полутора. Всего лишь полторы тысячи лошадиных сил. Все у нас, дорогие друзья, последний квалификационный заезд перед сеткой. Моисей выехал на старт. Сейчас, пожалуйста, все пальчики сложите крестиком. За этот автомобиль у него всего одна попытка. Его собирали в эту ночь. В общем, настоящая драма разыгрывается на 15 этапе Анли 500+. А сзади нервничает Коша. Вот у нас Гоша Турботех Моисей. Он побил рекорд России абсолютный по скорости и по времени прохождения 402 метров, то есть квотера. Это самый быстрейший автомобиль России и среди ГТРов быстрейший в Европе. Но я сейчас вспоминаю себя, когда я и раньше ездил на ГТРе, допустим, мощностью 1200 сил. Это было года 2-3 назад. Это считалось очень быстрым автомобилем сейчас ГТР. быстро, это где 2000 сил и больше. То сейчас я уже в такой автомобиль не сяду и не поеду. Тишина в эфире. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет, ребята? Плотника машина поехала, напомните, лоу-пуст. Внимание на табло. Вангую 340 на выходе. 313. 17.4, но, в принципе, этого достаточно, чтобы пройти в ТОП-16. А вот дальше уже создатели этого автомобиля вдуют необходимое количество надува. И у нас был полностью разобрал автомобиль. Ни проводки, ни до болтика, реально. И Олег говорит, слушай, а реально ли нам собрать его обратно за ночь? Мы так все друг на друга посмотрели, а для нас это была такая радость, чтобы запустить его, что нам дали добро. Да, и ребята мои и я не спали уже, наверное, около 50 часов, может, больше. Мы реально его собрали, привезли за 5 минут до того, как закончилась квалификация, попали в сетку. Друзья, итак, самое интересное случится прямо сейчас. ТОП-16 машин, олимпийская сетка, выигрыш по грязному времени. Проще говоря, кто первую пересек финишную черту, тот и прошел дальше. Одна восьмая финала, первый заезд. Контаков Олег против Залашкова Владимира. Если у пилотов бальстарт, это автоматически проигрыш. Итак. Ауди РС-7 может даже бросить газ, поскольку у него бальстарт был. Олег Контаков проходит следующий тур. После нескольких лет дискуссий было решено применять олимпийскую сетку. Если ты знаешь, что твоя машина едет быстрее соперника, но есть шанс проиграть, потому что он может стартануть раньше. Время реакции может быть раньше на светофоре. Поэтому здесь уже дух соревнования. Левая машина на стейде, правая подъезжает. Внимание на старт! Вот! Вот! Понимаете, что такое сетка? 1500 лошадиных сил в правой машине, но первый финиш пересекает Порш, и Порш проходит в четверть финал. Увы и ах! Кто быстрее стартанет, кто быстрее проедет, и кто, в общем, финишную черту пересечет по грязному, тот и победит. А тут уже фортуна у многих просто. По правой полосе он носит из порядка 900 лошадиных сил. Быстрый Мерседес. Мы ожидаем Лампоргини Уракан по левой полосе. Милаем Юрий 610 лошадиных сил. Василий догонит или нет, посмотрите! Успеет догнать? Вот, казалось бы, еще один очевидный заезд, в котором Мерседес должен был победить. Вы посмотрите, догоняет, но нет, 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 победа Ламборгини. Я пока только прикатываюсь к машине, пока. Мне уже понятно, какие есть основные соперники. У меня, по крайней мере, это Порше 911 Турбес, ну, в 991 кузове. Но они чипованные, они сделаны на них, они не стоковые. Вот они чуть быстрее пока мои. И стандартно, пока еще не заезжал, посмотрим. Так что соперники есть, я так могу сказать. Нет, не сумеет Лампа догнать. Победа Сергея Игнатка! Друзья, согласитесь, что сетка, конечно же, привносит новых ощущений и эмоций. Невозможно предсказать исход заезда. Повторюсь, на заезды без права нас берут. Поторопился, поторопился пилот на Audi RS7. Наверное, он уже думает, что он в четвертьфинале. По левой полосе, я повторюсь, едет самый быстрый автомобиль в России на дистанции 1,25 мили. Чуть-чуть увеличили надув на GTR. Посмотрим, какой сейчас будет результат. Как он заезжает, настройщик увеличивает надув, настраивает автомобиль Олег Кучеров. Опять же, никаких американцев, все руками отечественных мастеров. Есть такое понимание, говорят, драгрейсники, в машине драговой самая дешевая запчасть – это пилот. Нет, я так не считаю. Пилот, на самом деле, в особенности на тех уровнях драгрейсинга, которые сейчас есть в России и в странах СНГ, он за 402 метра работает рулем, но как хороший кольцевик за проезд круга. Но Костя тоже держится, но все, мощность, конечно, делала свое. Несмотря на свою аэродинамику, он уходит вперед. Победа оруженного Тиграна – второй полуфеналист. Обратите внимание, в автомобиле установлен каркас безопасности, манипуляции с колесами. Олег переобулся в ТОЮ-3-8. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы посмотрите, что происходит! Олег бросил газ, но потом бросился опять же догонять. И все-таки обогнал Порш! Победа Олега Кондакова! Мне с пилотом очень повезло. Олег Белоусов, он также участник Анлима, он пилот Моисея, это его автомобиль. У него очень сильно развиты внутренние часы. То есть он все делает так, как надо. Делает вовремя, с минимальным количеством эмоций. Управлять данным автомобилем достаточно опасно. На самом деле нужна концентрация и, естественно, работа механикам. Чтобы они перед стартом подготовили машину для того, чтобы было все идеально. Если чувствуешь какие-то отклонения машины от заданного тобой курса, причем они могут быть достаточно резкими, и это может привести к таким неисправимым ошибкам. Потому что разгон до сотни составляет порядка полторы секунды. У него очень мощного двигателя, он очень сильно меняет свою геометрию в момент старта и, соответственно, пытается ехать во все стороны. Элина Дмитрий будет заезжать с Амилаевым Юрием. Оранжевый GTR против Ламборгини Уракан. Юрия поехал первым с лучшей реакцией, однако GTR с большей мощностью скорее всего догонит и перегонит. Ну что, в общем-то, и происходит. Победа Пылина Дмитрия. Пылина Дмитрий – первый полуфиналист «Адлимп 500 плюс» 2015 года. Ну, не обидно. Понятное дело, просто у него машина быстрее. Давайте проголосуем, кто за холодильник. Вот это заезд! Давай-давай! Вы посмотрите, пока СРТ держится. Но нет, 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 конечно же, аэродинамика в конце концов берет свое. И победа Олега Контакова! Первый финалист! Наверное, мои все первые шаги-то были, когда он поставил рекорд России среди автомобилей вообще любых на четверть мили. Не знаю, это сравним, наверное, с вступлением во взрослую жизнь. Потому что класс «Суперспорт» на самом деле его осталось очень мало. И тут реально несколько машин, но такая жесткая борьба. И вот если в первый раз у нас ребенок был дошкольного возраста, то теперь это уже такой вот, наверное, выпускник школы. Вот, поэтому нам теперь поступать в институт. Ну, посмотрите, что происходит! Моисей вырывается вперед! И... Победа Моисея! Финал проходит Олег Белоусов! Дождь на турботех Моисей! Ну, это финалисты! Давайте погромче! Все вместе! Анли 500! На динаметрической прямой Дмитровского автоболигона! Мы узнаем, кто же быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня очень сильный японский пьедестал, одни ГТРы На самом деле там должен был быть на первом месте я, потому что как бы ГТР-то может построить каждый, что там две улитки прикрутил и погнали А попробуйте соберите РС-4, это гораздо сложнее и серьезнее Субтитры создавал DimaTorzok Может и Ось сделаем, масло, фильтра, все, максимум, машина абсолютно надежная, так что и всем остальным тоже советую, приобретайте уже нормальные машины, стандартные, не делайте с ним большой тюнинг, и даже на Unlimid Спокойно можно со всеми поучаствовать Очень хочу заехать еще раз с Юрием на Авентадоре Надеюсь, все-таки его обгоню, но, честно говоря, Авентадор у него побыстрее, чем у меня 40, но надежда есть, что выиграю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА